Частного и нечастного. Насколько это сейчас необходимо в том плане, что еще в 12-м году на момент что-то намрите, что я разговариваю, что денег много. Вот насколько это нужно? У нас очень сильно отраслевый, у нас очень сильный перекос отраслевой и очень сильный перекос отраслевой. То есть денег много, проектов мало, но эти деньги все ищут очень специфическую часть проекта. И при этом большинство секторов остаются недофинансированы, недоинвестированы. Надеюсь, интернет, особенно консюмеры, проекты, они привлекательны для инвестиций во всем мире. Но у нас для обзора утрированной масштабы, если в мире 50% инвестиций идет в интернет, то у нас доходилось до 90-95. А те сектора, где реальные возможности, реальный рост, типа биотехнологии, они совершенно недоинвестируют. Игорь Путович, а на вас влияет на то, что должна строиться системой управления мировацией. Скажите, вот то, что вчера говорил Субберг. И, собственно, по какому критерию назначать, выбирать, как-то по-другому определять ответственность за техническую покупку, за темную жизнь. А предложения за каждое конкретное направление назначают правительство или ответственное министерство и так далее. А какой экспорт еще надо поддерживать? Экспорт нефти поддерживает без смысл? А какой же нефти? Не, нефть так пушится. Самое главное, что придется продать, но там что-то делать некуда. Ну, скажем так, на концерте выделяют айтишнюю как отдельный вид экспорта, потому что там своя специфика по такте софта, выполнение проекта. У нас успешный экспорт людей происходит, мозгов, хорошо, бизнес тоже можно строить на этом. Сейчас я закончу. Я не очень верю, что административный метод получится проинтегрировать усилий в координацию института развития, потому что в таком случае придется все свести и заново создать все стекли. Я бы скорее виду, как правильный стимулирование самоорганизации и договоренности между институтами развития. Они в какой-то мере происходят, но это очень существенно зависит от доброго, в том числе руководителя и мотивированности. Тем не менее, мы вообще в последнем мире, в реальном виде, в усилении кооперации, координации, хотя не в том масштабе, как он находится. А вот в том, как вы видите, предложение координации? Ну, на случай. Да. Если бортник, там, допустим, каким-то проектом дают три звездочки, и они автоматом собираются около? Нет, это не работающая модель напрочь, потому что каждый институт развития имеет собственную экспертизу, и проект, который привлекательный для фонда Бортников, совершенно не обязательно должен быть интересен для Сколкова или фондов РВК и так далее и тому подобное. А вот что мы считаем правильным делать, это делать совместную организацию для выполнения общих пересекающихся функций. Например, мы давно боремся за... Можно? Можно? Мы уже в той или иной мире в популяризации занимаются все институты развитием. Ну, никакой координированной программы для этого нет. Есть механизм рабочей группы, которая по нашей инициативе создана НВК по инновационному развитию, который мы живем на комиссии, но этот механизм неэффективен, который нам является не обязательным. Наша идея и предложение было сделать некоммерческие партнерские институты развитием, которое занимало эту тематику. Управление, например, проводило до совместного мероприятия. Потому что мы вроде бы там все основные труды развитием, это всё организация этого форума, но метод управления и организации, он вот такой. Например, потому что для всех институтов развития, которые в разных периодических формах, это вообще разные венцины. Для нас, как коммерческая организация, это закупка, для фонда Сколково, это субсидия, для ФИОПа, который тоже бюджетно, это тоже субсидия, ну и так далее и тому подобное. Это всё совместить, при этом абсолютно не... Это каждый год мучения с определением ответственности и обязательств соорганизаций. Но если бы было некоммерческое партнерство, в которое входили бы все организаторы, они бы могли бы не только этот форум проводить, но и заниматься более широко всей деятельностью связанной с продвижением. Пока это не реализовалось, вообще так, это тема обсуждается довольно давно. Вроде никто особо не против, но пока ничего не произошло. Понял, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.